Копинка Для меня Trailblazer это не самый удачный проект джем Узбекистана. Продажа Trailblazer в Узбекистане хуже, чем продажа норковых шуб в Майами. В этом году некоторые автосалоны уже перестали давать договора на новые Trailblazer. Хозяин нашего Trailblazer купил его в этом году, а машина была 2020 года с нулевым пробегом. И она просто стояла на складе все это время. Провал в продажах Trailblazer был таким же неожиданным, как неожиданная бременность бывшей девушки. Когда он только вышел на наш свободный рынок Узбекистана, цена была примерно 44 тысячи долларов. Спустя три года на вторичке Trailblazer с маленькими пробегами стоят 32-34 тысячи долларов. И их никто не берет. И для Узбекистана это очень редко, когда джемовская машина так сильно падает на вторичке. Хозяин данного автомобиля купил его в рассрочку без процентов. И также для отечественных машин слово рассрочка реже, чем честный суд над коррупированными политиками в странах СНГ. Начнем с дизайна. Хозяин сразу поменял решетку радиатора и уже не так все страшно, как было с завода. Вроде все такое обтекаемое и вроде все аэродинамичное. И даже где-то есть пропорциональность. Но она неприятная на глаз. Даже с этим красивым пейзажем родных узбекских гор, этот автомобиль страшноватый. Trailblazer это как девушка на выпускном, с которой никто не хочет танцевать. Вина непонятной формы этого внедорожника заключается в основе его конструкции. Trailblazer основан на пикапе. И поэтому все так странно и непонятно. Я долго думал, что напоминает мне эта форма. И больше всего подходит дочка Красти Крабса. Такая же длинная и большая, и какая-то вся такая огромная. Особенно дизайн сбоку. Стекла подогнали как могли. И все равно гармонии нету. Вот чувствуется, что здесь была пикапная база. И она не дала им сделать все как надо для моего глаза. Чтобы было приятно смотреть на нее. Зато весь его вид кричит о бездорожье. И горящем желании давить все на свете. Так и хочется бессмысленно наматывать круги по неухоженным дорогам. И испытывать лимит этого прекрасного внедорожника. В салоне у нас есть любовь, ненависть и много разочарования. Прям как фастфуд в 2 часа ночи. Опций здесь много. Apple CarPlay, Android Auto, подогрев сидений, датчики света, Voice Command, система контроля слепых зон, задняя камера, множество сенсоров и систем безопасности для предотвращения столкновений. И белый цвет салона придает Трилбрезеру визуальный люкс. Вообще со стороны, когда вы смотрите, не садясь в машину, все такое современное и прогрессивное. Вы думаете, о, как все красиво и люксово. Но сев в салон, вы понимаете то, что... Ах, хуй тебя! Все материалы дешевые. Дверная карта сделана из использованных калош. Она очень грубая. Белый кожзан на дверной карте такой тонкий, что он прозрачный. По толщине напоминает обертку от сосиски. Вы даже его не чувствуете. Вы чувствуете пластик, который под ним. На дверной карте можно точить свои ногти. Бля-я-я-я-я-ть. Эй, не поцарапывайте. Она не... Она не... Где я, посмотри, я тут свои ногти сломаю сначала. Руль – это самая убогая часть этого дизайна. Он настолько страшный, что больно смотреть. Все остальное выглядит достойно. нормально климат-контроль орет на вас при малейшем нажатии все очень шумно но когда вам поступает звонок по блютузу то все становится тихо пока вы не положите трубку салон сильно обманывает своих клиентов когда вы садитесь вы понимаете то что вот визуально все было красиво а когда вы начинаете все использовать то ну вообще неприятно сзади у нас достаточно места также есть воздухоотвод на потолке и у меня такое ощущение что на подлокотники должен был быть климат-контроль но что-то его по его не поставили просто замазали пластиком и багажник при поднятых сиденьях тоже просторный обивку вообще не жалко особенно когда дети пытаются поломать ее перепрыгнуть залезть машину через багажник вообще не переживайте ни о чем сердце спокойно у вас под капотом у нас неубиваемый комаровский в 6 объемом 36 литр и выдает он 279 лошадиных сил и 350 ньютонов проблем у него только одна это растяжение цепи грм при 100 тысяч километрах это если в случае вы ездите очень агрессивные постоянно а так движок прочнее чем стояк подростка при правильном чип тюнинге он спокойно выдаст вам 300 лошадиных сил мне нравится что воздушный фильтр на самом верху и он огромный это вам позволит переезжать маленькие реки и арыки на полном газу реальный расход при нормальной езде это 14 15 литров ну можно будет там максимум выжить 13 если очень легко обращаться с газом замена масла каждые 8 тысяч километров я рекомендую castrol edge при избежании покупки паленого масла обязательно пройдите онлайн верификацию telegram канале по qr-коду и спокойно заливайте его шестиступенчатый автомат нуждается в замене масла при 50 тысяч километров и коробка вам прослужит больше чем дедовский топор самый большой плюс 3 брейзера это факт что за 44 тысячи долларов его ни капельки не жалко я даже в руках не держал 44 тысячи долларов и не видел в живую такие деньги я понимаю что за рулем мне пофигу на все какой размер ямы вообще на любую преграду мне пофигу вы положили ваш огромный болт потому что вы за рулем trailblazer а вам пофиг какое от данного число бензина вам заливает или просто вам написали в баг вам так пофиг что вы можете дать ключ от trailblazer а своей бывшей которая поймала вас ее сестрой и вам будет не жалко этот автомобиль потому что вы чувствуете себя свободно за рулем этого автомобиля это тот редкий случай когда не авто владеет вами а вы владеете этим автомобилем мы всегда переживаем за наши автомобили какой бензин заливать поцарапали нет как она на парковке стоит там что-то вешаю на стекло чтоб торпедка не сгорела а вот здесь такого ощущения нету вы просто кайфуете от машины у меня есть живой пример о чем я говорю вот это кому и он отличный стоматолог который периодически вставляет мне зубы после встречи с моими хейтерами если вам нужен стоматолог ссылка в описании у него четверо детей он любит свою работу свою семью и он использует trailblazer по назначению он постоянно исследует тяжелодоступные прекрасности нашей страны вместе семьей и он единственный из моего окружения кто прям убивает эту машину а она не убивается самое главное он счастлив и довольна проходимостью и динамикой этого автомобиля по управляемости машина очень вальяжно начать от такой машины другого нельзя просить но интересно очень интересно такой динамичный мотор удовольствие водить ее удовольствие потому что она вот максимально простая с плюшками и и не жалко вот ее по бездорожью не жалко просто так есть интересно автомобиль сейчас вот я еду в максимально концентрирован на дороге потому что там обрыв здесь ямы дорогу узко кто-то на меня едет и все равно вот уродство руля мне вот так глаз просто бьет безостановочно я не любитель менять руль на mercedes руль или на там от мы либо вообще заводскую рулят не люблю менять но здесь хоть все что угодно хоть атика но не вот это потому что ну страшненько очень я вот сейчас ловлю себя на мысли что я вот прям а вот так за рулем и все равно блин в глаза режет приятная машина в горах в городе конечно чуть-чуть я так думаю будет тяжело но хозяин в городе шикарно мне везде уступают дорогу все такой вот и сейчас тоже здесь next уступила спасибо большое рахмат в принципе да госту уступает везде очень сильно пожалеть оператор я головой стукается все сейчас будет асфальт наверное вот по бездорожью она но это не бездорожье это просто ямы не скажу что она их глотает а дальше есть нам задницу но не страшно ездить просто некомфортно свадь вождение трилбрейзер очень такой интересный необычный процесс во первых реально на ощущение как будто это пикап платформа в принципе пикап на как и говорил до этого и вы чувствуете это здесь машина управление такая очень вальяжная и с полным приводом ехать лучше чем на переднем намного она более уверенно держит дорогу про чувствуете за да у вас идет такая подпитка это машина для рабочего мужика именно что вот которая работает потому что здесь не расслабиться честно вот я сел семья дом работа в горы отдохнуть такая вот она здесь такая атмосфера от машины да вот прям надо работать все потому что я я не могу здесь расслабиться честно да здесь есть какие-то плюшки но все равно вот это вот пикап ства да она здесь чувствуется такие стальные яйца у него по типу поехали туда задаем этого того там собьем корову или еще чего-нибудь вот такие мысли здесь страшно сейчас мы вышли на ровный асфальт уже более-менее тут можно посмотреть динамику и полный газ тормоза очень слабые вот что произошло крик секунды 2 мощности никакой и потом только вот она потянула интересно эпично скажу так теперь перевезем на ручной режим и downshift downshift еще раз это мы вниз по склону едем и нормально коробка кстати очень резвая еще один там шпун по обшифт с полным газом обшифт нормально с тормозами downshift тоже нормально все оставим в покое теперь дальше по управляемости ну предсказуемая предсказуемо но дорогу не держит в принципе от другого ничего нельзя ждать пол сам свет включился шикарно еще раз полный газ здесь сама дорога интересная если не больше как машина здесь сама дорога такая звук у нее такой чуть-чуть я бы глушитель поменял все таки потому что такой грубоватый большинство может красивее звучать а тем более с таким объемом спасибо большое за просмотр пишите ваши комменты что вы думаете об этом прекрасном автомобиле не забываем про холодильники добра это организация кормит каждую субботу очень много людей им нужна ваша поддержка или волонтер или можете финансово помочь пишите ваши комменты как вам обзор как вам наши прекрасные горы буду ждать берегите до свидания вождение трейлбейса очень интересный процесс во первых вы сидите высоко право вот нереально кого-то на жирафе и все такое вот пикап на такую основу пика подождите подождите да и еще нужно вот этот включить на вас это предложение сначала я просто отвлекся на девушек с тормозами у нее непонятные вещи происходит то она нормально тормозит то их вообще нету то как-то вот писал написать ох у тебя объехал один фиг залетели реклама колгейта влете все ладно